Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Напомню вам, что совсем недавно многие жители, в том числе городского круга Люберцы, прежде всего наши творческие коллективы, получили дипломы победителей губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья». И вот сегодня у нас в гостях, ну, можно так сказать, люди, которые стояли у истоков творения этого праздника для своего коллектива. Представляю, руководитель образцового хореографического коллектива «Ансамбль народного танца Тропинка» детской хореографической школы городского округа Люберцы, заслуженный работник культуры Российской Федерации Татьяна Ивановна Тропина и Ксения Доботолова, преподаватель высшей категории детской хореографической школы городского округа Люберцы и постановщик танцев этого самого ансамбля, который получил грант, стал победителем, с чем мы вас прежде всего поздравляем. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот, смотрите, Татьяна Ивановна у нас недавно была в гостях, да, в те сложные времена, когда мы здесь переживали все вместе, что там будет дальше. Сейчас мы опять переживаем, впереди осень, как будут работать школы обычные, как будут работать художественные, хореографическая школа в том числе. Вот, но по ходу дела жизнь всё-таки преподносит свои сюрпризы, и диплом вот этого победителя вы получили. И прежде всего вам, Татьяна Ивановна, вопрос такой. Вы просто довольны, очень довольны, ожидали, не ожидали? Какие у вас ощущения? Ну, не ожидали это 100%. Почему? Столько работы вложено? Нет, ну, вы знаете, я работаю здесь 40 лет, и за все 40 лет это впервые. Поэтому это, конечно, неожиданно. Откуда мы знали, что там, ну, бог нас увидит, или Министерство культуры увидит? Потому что это, конечно, было неожиданно. Как вам сообщили об этом? Наш председатель комитета по культуре Носкова Светлана Владимировна спустилась вниз и говорит, «Татьяна Ивановна, вы только не падайте». Я говорю, что случилось? Что случилось? Что случилось? Я прислонилась к стеночке, говорю, но вы говорите только быстрее, потому что можно на самом деле... Ну, ладно, ладно, это всё очень хорошее, она сказала. И вот сказала, что, вы знаете, вот вас вызовут на вручение вот такого полуторамиллионного... Вы не поверили, вы не поверили, что шутите, наверное. Нет, я не поверила. Я говорю, вы, наверное, что-то преувеличиваете. Нет, 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 мне только что позвонили. Я говорю, ну, дай бог, если это на самом деле так, потому что... Ну, деньги вообще коллективу всегда нужны, тем более такому, как танцевальный коллектив. Там же костюмы в каждом... Ну, это мы сейчас, кстати, обсудим, да, но это же не только деньги, это, во-первых, ещё признание, определённая заслуга. Давайте мы сейчас покажем вот этот диплом, замечательный, красивый, большой. И это не просто, знаете, дипломы, они бывают разные, премии тоже бывают разные. Я всегда, например, удивлялся, почему есть премии, в которых премия есть, а денег нет. В данном случае это диплом, в котором и деньги есть, если вы внимательно присмотрите, здесь грант на полтора миллиона рублей. Довольно серьёзная сумма. Чуть позже мы поговорим о том, как вы будете осваивать. Я думаю, что уже всё расписано. Но прежде ещё вопрос хочу адресовать Ксении. А вы как встретили это сообщение? Очень хорошо, очень здорово вообще, что обратили внимание на народную культуру, потому что коллектив «Тропинка» образцовый, он представляет народный танец. «Тропинка» – это одно из направлений, главное направление детской хореографической школы, потому что коллектив, он состоит из учащихся детской хореографической школы по народному направлению, потому что в школе предметов много, представлены классический танец, и бальный танец, историко-бытовой танец, очень много предметов, о школе можно говорить и делать. А мы уже говорили, у нас уже была программа, мы знаем, что в школе любое можно направление выбрать, но в данном случае победила основа, народное творчество. Конечно, потому что «Тропинка» – это всё-таки младше-средняя группа, и мы ставим на них в основном танцы традиционной передачи такой русской культуры. Они не берут ещё народное творчество, такое мировое народное творчество. Может быть, мы даём им что-то такое близкое русской национальности, потому что русский народный танец настолько огромен, каждая область имеет свои особенности, особенности костюма. И очень здорово, что именно воспитание детей, именно в национальной традиции, в национальной культуре так хорошо было поддержано, потому что у нас номера в основном массовые. Мы стараемся задействовать, поскольку учащихся в школе много, мы стараемся, чтобы каждый ребёнок обязательно сходил на сцену, потому что это такой опыт. Ну, конечно, бусульно. И для ребёнка это очень большое впечатление, ответственность. У нас номера, большой состав, а это много костюмов, это много обуви, это головные уборы. А обувь же стирается, я так понимаю, всё время, если ты каблучками. И поэтому для развития новых постановок это очень приятный сюрприз. Чешки всякие нужны, я сейчас вот так подумал. Чешек у нас нет. Ну, раньше так на нашем, но специализировано. Вообще, я так скажу, что это серьёзная спецодежда. Мало того, что это должно быть, а, для зрителя красиво, б, это должно быть удобно, и в, это технологически должно быть, чтобы оно действительно не стиралось. Мы же понимаем, что сейчас обычную одежду за любые деньги можешь купить такое, что она развалится на тебе после первой же одёвки. Татьяна Анна, скажите, пожалуйста, вот рядом с Ксенией у нас огромное количество свидетелей. Я так понимаю, что это так, всего лишь, как говорят, маленькая часть. 40 лет труда. Вот вы считаете, что кто приложил руку ко всему этому успеху, помимо всё-таки вы, как человек-организатор, но на кого вы опирались? На всех преподавателей. Вы же как-то, насколько я помню, мы с вами разговаривали, подбираете особенных. Особенных. Преподавателей только особенных. Рядовых, простых мы не берём. Если вот есть, они выпускники. Вот Ксения Борисовна, наши выпускники. И таких у нас достаточно много. Причём у них не просто, она ещё и солистка у нас ведущего коллектива военного. Попробую её выцепить ещё для столь важных-то делов. Да. А на военные какие танцы у нас ставят? Это же патриотическое воспитание. Мало того, что на русском фольклорном материале, допустим, мы воспитываем детей, а это ещё и военная тематика. Это 23 февраля, это 9 мая. Это любая патриотическая тема. Это внутреннее состояние души. Что наши как преподаватели, что человека, который ставят, что детей, которые исполняют. То есть, чтобы это не просто танцы. И она профессионально это ставит. Не просто танцы, не просто движения, не просто профессионализм с точки зрения техники, возможности человеческого тела, организма. А ещё с точки зрения, что ты не просто, не знаю, там какой-то исполняешь, да, скажем, фрагмент. А ты живёшь этим, да. То есть ты понимаешь, через хореографию в человеке появляются какие-то... Ну, даже так, как я уверен, всегда видно человека, который где-то танцевал, да, или как это работал, может быть, или как... Вот все вроде пляшут, все стараются, всё красиво, и вдруг, значит, оно выходит, и делает это так, и все понимают, что... Почему? Потому что это техника. Но к технике есть ещё, что я хочу это сделать. Да. Теперь по поводу «хочу, это замечательно, всё хорошо», но мы с Татьяной Анной знаем, что работа с детьми, она очень сложная. И вот скажите, Ксения, как вы находите подход? Ну вот не идёт у него, у неё, но что-то там не получается. Тут же, как вы с ними работаете? Какие у вас тайны подхода? Ну, я думаю, что работа с детьми, она не сложнее какой-то любой другой работы, потому что в каждой работе есть свои секреты, есть свои трудности, есть своё преодоление этих трудностей. Дети, конечно, все разные. И если брать какое-то балетное именно техническое искусство, данные тоже разные. Поэтому здесь, конечно, нужно очень подходить аккуратно, потому что это физическое здоровье детей, и здесь какие-то сильные перегибы. То есть нельзя требовать невозможного? Да, нужно исходить, потому что хореография – такой вид деятельности, который всё-таки определённые физические данные подразумевает. Но опять же, если мы возьмём русскую культуру, в которой мы всё-таки стараемся вести наше воспитание наших детей... И это видно, получается. Спасибо. Благодаря диплому, да. Спасибо. Всё-таки мы можем пойти ещё с точки зрения не только технической оснащённости танца, а с точки зрения, что танец – это душа человека, что танец – это осмысление человека себя как человека. То есть даже актёрское какое-то, да, вот такое ощущение, чувство себя в этой культуре даже, в этой культуре, в этой традиции, в понимании этой культуры и в понимании этой традиции. И здесь, конечно, особое внимание, конечно, в любой хореографии, как и в жизни, мы всё-таки уделяем осанке. Я так сразу рос и выровнялся сам. Да, это ещё... Тяжело! Ой, как тяжело! Это ещё и очень полезно для продления своего долголетия, это очень полезно. Поэтому осанка – понятие внутри себя, культуры, которую ты несёшь зрителю. Ещё очень часто мы пытаемся донести до детей, что если вы сами не будете получать удовольствие от того, что вы делаете на сценической площадке, зритель вас не поймёт. То есть это прививание любви к тому, что ты делаешь. Я вот скажу так. Я уже, по-моему, Татьяна Ивановна говорил, вот мы как-то встречались, что для меня, для простого, не танцующего и не всегда держащего осанку человека, но если я смотрю танец, причём любой, в котором присутствует некая синхронная часть, неважно, народный, даже бальный в какой-то степени, хотя там немножко свои... Вот если вы делаете всё одновременно, должно быть одновременно. Как только кто-то выпадает, всё, всё летит. Для меня это уже неинтересно. Либо тогда делайте каждый свой технический приём. Нет, ну, конечно, вместе это важно. Вот это проверка. И как этого добиться, это я не представляю. Это же каждый должен слышать музыку одинаково, чтобы попадать вот в эти все... Вы знаете, смотрела передачу про великих мастеров, и я тоже смотрю, и мне действительно это интересно, про разный подход. Вот даже вот рассказывали, допустим, передачу смотрела про Екатерину Максимову, книга «Воспоминания» об её обучении. То есть ребёнка называли Максимова, она ничего не делала. Хотя очень талантливая была женщина, дама, балерина. Называли Катюша, всё, ребёнок расцветал. Вот теперь всё понятно. Всё, вы дальше можете не пропустить. Для каждого? Я понимаю. Ну что, первая часть нашей программы, к сожалению, бежит к финалу. Мы сейчас попрощаемся к Сене, потому что у нас есть ещё одна гость. Вам большое спасибо. Очень интересно вы всё рассказали. Я думаю, что благодаря вам школа обязательно пополнится новыми абитуриентами, скажем так, новыми учащимися. Спасибо большое. Ну а Татьяна Ивановна остаётся с нами. А вместе с ней у нас сегодня была преподаватель высшей категории детской хореографической школы и постановщик танцев ансамбля народного танца «Тропинка» Ксения Доботова, с которой мы прощаемся. А Татьяна Ивановна Тропитопина остаётся с нами. И ещё одна гостья к нам придёт через некоторое время. Программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко в городском округе Люберцы. Совсем недавно определились победители губернаторской программы «Одарённые дети Подмосковья». И напомню, что сегодня у нас в студии руководитель образцового хореографического коллектива ансамбля народного танца «Тропинка» Татьяна Ивановна Тропина. Она же является заслуженным работником культуры Российской Федерации. А хореографический коллектив является представителем детской хореографической школы городского округа Люберцы. Ну и ещё один человек, который у нас появляется здесь в студии. Это Александр Шмелёва, завуч хореографической школы, детской хореографической школы городского округа Люберцы, постановщик танцев и почётный работник общего образования Российской Федерации. Уважаемые люди, мы говорим сегодня о том, что хореографический, образцовый хореографический коллектив, а вместе с ним детская хореографическая школа, они находятся в праздничном настроении, потому что получили грант на полтора миллиона рублей. Я так понимаю, что, Александра, вы непосредственно получали диплом? Давайте мы его ещё раз покажем. Расскажите, как это происходит, какие ощущения, когда ты выходишь за полутора, фактически, миллионным грантом. Ну, выходил за полутора миллионным грантом у нас ребёнок, Степан Шмелёв. Но, честно говоря, по его ощущениям, как мы увидели, он немножечко не понял, что произошло. Он ощутил это только после получения гранта. из рук таких звёзд, наверное, российского искусства, российской культуры, как Башмед. Хоть не хотелось уходить, наверное, хотелось стоять рядом. Да, да. Настолько это всё было видно, что ребят, их было всего 14 человек, и они все стояли очень гордо, держали осанку. То есть всё, чему их научили, вот если бы их заставили сейчас плясать, вот именно, знаете, как в последний раз, они, наверное, такой танец бы... Но там не все хореографы были, там же... Ну, представители, я понимаю. Да, да, там были и хоровые коллективы, и отдельные ребята, музыканты. Поэтому вот нам выпала такая... Ну, пришло время, потому что и Забуч здесь находится, да, и Татьяна Ивановна. Как деньги будем делить? Ну, а чего? Я сейчас объясню. Ведь это очень важная история. Слово «грант» кто-то знает, кто-то не знает, но их вообще-то много в стране. Но чтобы его заработать, надо действительно очень много усилий приложить. Вот вы как-то сейчас уже спланировали, что, куда, как это будет, куда будете вкладывать? Ну, прежде всего, это костюмы и обувь. Для хореографии что надо? Удобное, правильное? То есть не то, что подешевле, а то, что, может быть, чуть-чуть подороже? Только, да, только предназначено. Это же специализированные магазины какие-то? Да, обязательно. Магазины, фабрики. Фабрики, даже на фабрику прямо обращаются. Да, фабрики есть специализированные. И именно по народному направлению это будет одно направление, так сказать, портних и заказ ателье, а по классическому, по бальному это совершенно другое направление. И партнии, и театральные мастерские, они совершенно другие. Поэтому тут надо выбрать. То есть вы прямо там сурово подходите, то есть смотрите, как они, это вот шовчик, все как это делается. Да, да, только так. А обувь это тоже, да, отдельные мастера? Да, и обувь тоже отдельная песня. Вот Александра Васильевна, она четко знает, куда. У нее двое детей еще учатся в школе, хореографическая одна, правда, когда вот сейчас закончила 10 класс, а младшая вот сейчас в 6 классе. Так она четко знает, какую, так сказать, мастерскую для обуви выбрать. Александр, я-то думал, что есть какие-то специализированные магазины, знаете, там для альпинистов, еще для кого-то. И то как-то мы пошли, ну, не совсем там альпинист, но тем не менее. Воспользовались обычным магазином. Потом поняли, что все то, что написано, оно совершенно не соответствует никаким условиям, что нужно действительно тратиться и нужно брать реальные, настоящие вещи. На сцену надо выходить в специальной обуви. Это не только здоровье, но и эстетика. То есть не только эстетика, но и здоровье, так скажем. Ну, все вместе, да. Потому что, от танца, знаете, иногда так смотришь, танец, опять же, любого направления, и чувствуешь, ну, вроде бы все хорошо. Ну, насколько человек не воцеркленный в танец, да, там, профессионально. Ну, как бы все хорошо. Ну, вот какая-то тяжесть идет. Чувствуешь, что вот как-то вроде все... Я в актерской работе такое бывает. Вроде все хорошо, но как-то натужно. Ну, а потом выясняется, да, что что-то там где-то давило или еще что-то. Да, 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 неуютно чувствует себя актер. Нет, полета вот этого, да. Хорошо. Александра, скажите, пожалуйста, ну, деньги мы поделили. Понятно, что даже эта замечательная сумма все равно она не сможет решить всех проблем. Все-таки, вы занимаетесь огромный, да, здесь список, я вот засчитываю и так далее. Ребенок сегодня, сегодняшний, который идет, он с точки зрения физиологических возможностей хороший или похуже стал? Ну, вот, да. Я так, знаете, может, не очень красиво спрашиваю, но... Да, вы озвучили сейчас проблему. На самом деле, очень много... Что рестораны быстрого питания... Очень много детей со сколиозом идут сразу. То есть, даже есть... Которые уже не исправят? Ну, нет, почему? Все при желании исправить можно, если этим заниматься вплотную и не пускать на самотек. Все это, ну, как бы, решаемые проблемы, если они не запущены сразу там. И детей полных, как вы уже озвучили, их много. Да, сам таким был красивым. И детей с осанкой. Да, но вот вы смеетесь, родители очень часто обижаются на это. И это правильно. Мы любим своих детей, какими бы они ни были. Вот давайте сразу, чтобы не обижались. Мы же потом, когда взрослеем, многие люди, да, какие-то принимают решения, да? Кто-то хочет похудеть, кто-то хочет... И хуже. И в 40 лет, и в 30, и в 50 люди могут поменяться, если захотят. Но смысл в другом, что многие не хотят. Не хотят. Никогда. Никому в голову не придет. Лежу себе, вот лифт не работает, ну, не пойду я-то дачу. Велосипед, какой велосипед? Наследственное, говорят, еще. Да, это у меня, чтобы я не делал, все равно это у меня будет. Да, да, да. Поэтому мне кажется, что если ребенок, да, ведь есть еще такое, я думаю, вам известное слово, конституция тела. Конечно, профессионал всегда скажет, там, мальчику или девочке, скорее родителям, что идите в музыкальную школу, да, сразу. Но есть варианты, когда вот хочет ребенок, тогда, ну, может быть, бывает же, что ребенок потом меняется, да, у него. Мне кажется, что если человек чего-то хочет, то он добивается. Он добивается. Ваша задача тоже увидеть. Я прекрасно даже не понимаю, предполагаю, что это очень сложная работа. И очень часто, наверное, бывают дети, которых приводят родители, но которые особо не хотят, а у них талант есть к этому. Бывает же такое? У нас не просто бывает, у нас это каждый год. Так. И здесь, конечно, ну, 90% зависит от родителей, будет посещать ребенок нашу школу, потому что вот Ксения Борисовна до меня еще озвучила проблему, которая существует, проблема главная в дисциплине. Потому что пять раз в неделю очень сложно посещать наши занятия. В первую очередь для родителей, потому что нужно выбрать время и отвезти ребенка в школу. Когда он маленький, да, пока он сам еще не может ездить или ходить, потому что у нас много детей ездят, ездят издалека, ездят из близлежащих районов, есть из Москвы дети, которые ходят к нам. Но потом сложно, наверное, те, которые сами могут приходить, чтобы родители повлияли на них. Да, да, и когда идет переходный возраст, они каждый год бросают все, категорически говорят, все, я ходить больше не буду. И здесь вот уже, конечно, задача родителей как-то поддержать и объяснить то, что это нужно, что нужно закончить какой-то этап в своей жизни, да, дело закончить начатое, а потом уже делать на этой базе, которую ты уже получил, какие-то другие вещи. Ну вот скажите, Александр и вот у Татьяны Ивановны тоже, я думаю, будут подключаться. Сейчас много всевозможных танцевальных шоу показывают. Они призваны, а, порадовать тех людей, которые у нас с вами на диване по-прежнему лежат, да, и никогда не танцевали, ну, красиво, и где-то, ну, я же так и не могу, а вот красиво, значит, существует. Это жизнь, ну, как бы, определенного склада, определенного образа. Мне кажется, что она даже продлевает жизнь, если правильно вести. Да, да, и, как бы, пройдя эту школу, все равно дети, ну, для нас дети, а уже юноши и девушки, они дальше как-то, ну, либо связывают свою жизнь с хореографией, либо, в принципе, с искусством связывают свою жизнь. Либо жалеют потом. Либо жалеют, да, потом они приходят. У нас есть, слава богу, у нас несколько ступеней развития. Да, то есть могут вернуться все-таки. Да, они могут вернуться. У нас есть взрослый ансамбль, это здорово. который называется Россия, там занимаются, танцуют дети, ну, ребята, закончивающие нашу школу, занимавшиеся 10 лет. У нас и есть ансамбль родителей. О, так что вы окутали все. Взяли все, пожалуйста. Ну, к сожалению, время наше заканчивается, сейчас бы тут хорошо бы нам танец какой-то сделать, но танцы, надеюсь, мы совсем скоро, если все будет хорошо с обстановкой, будем наблюдать на сценах. Я еще раз хочу вас всех поздравить. Татьяна, ваше обращение ко всем вашим коллегам, ко всем детям, кто, в общем-то, вложил свой маленький, а может быть, большой труд в этот диплом. Ну, я хочу сказать только так держать. Спасибо всем за понимание. Преподавателям спасибо за то, что терпят руководителя беспощадного. Они сами также беспощадно работают над собой и настраивают на такую же работу детей. И дети, втягиваясь, вот правильно сейчас Александра Васильевна сказала, они без этого жить не могут. Поэтому спасибо всем. Абсолютно всем. Ну, а мы говорим спасибо Татьяне Ивановне Тробиной, которая вложила огромное количество лет труда. И я уверен, что этот диплом не последний такого ранга. Будем увеличивать количество нулей. Руководитель образцового хореографического коллектива ансамбля народного танца Тропинка Татьяна Натропина детской хореографической школе городского округа Люберцы принадлежит этот образцовый хореографический коллектив. Татьяна Ивановна заслуженный работник культуры Российской Федерации. Ну, и во второй части нашей программы с нами была Александра Шмелева, завуч детской хореографической школы городского округа Люберцы, постановщик танцев, почетный работник общего образования Российской Федерации. Вам успехов, а нам видеть и наблюдать ваши танцы. С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин